Я буду носить этот камень в серьге. Это будет правильно, Зидан. Виви, я тебя люблю. Полученная сережка на память. Эйко, кажется, Мок хочет поговорить с тобой. Купо! Как она его понимает? Купо! Я уже устала от этого. Купо! Что? Ты думаешь, я не на тебя злюсь? Я в ярости? Ты опять ушел без меня? Ты обещал мне, что не будешь так делать? А что бы ты стал делать, если бы попал в беду? Купо! Ох, ладно, слава богу, мы снова вместе. Ты всегда так добра с Могом, да, Эйко? Ну да, мы ведь лучшие друзья. Мы родились в один день и все время были вместе. Это наша лента дружбы, Мок делал ее мне. Мок, у тебя есть лента, которую я тебе дала? Купо! Класс, блин. А эту я дала Могу. Она теперь ей слишком велика... А, это девочка все-таки, Мок. Поскольку мы леди искушенные, мы их будем носить. Купо! Может быть, Зидан, ты со мной потанцуешь? Зидан? Я не знал, что Мок, девочка. А я тоже не знала. Но девочка, оказывается. Интересно, куда пошла Даггер? Я так думаю, к стене Идаонов она пошла. Мок, девочка. Это так мило. Ой, тихо. Что там было? Я слышу песню. Даггер. Оттуда, снизу? Даггер, ты там? Ой, Зидан. Хорошо, продолжай петь. Это же наша песня, да? Меня удивляет то, что ты нашла это место. У тебя есть талант, бандита? Как насчет объединиться в одну команду? Мы назовемся обреченные. Обреченные, скорее всего. Талант-то есть, но название не подходит. Ты такая стала напряженная? Если и так, то это я от тебя набралась. Неа, это потому что ты решила учиться. Нет, это потому что ты рядом. Без тебя я бы не добралась до Линблюма, не увидела бы нового континента. Все, что я пыталась сделать, сама не увенчалась успехом. Я не смогла остановить мать. Когда я уже почти теряла надежду, ты мне очень помогал, и не только ты. Да, Виви и Эйко помогали у дерева Ифа. Квина очень помог, когда мы покинули континент. Фрейя, Штайнер и даже Беатрис, которую я считала нашим врагом. Я не забыла, мне хочется верить, что все в порядке, но это не всегда получается. Я попытаюсь оправдать надежды всех тех, кто помогал мне. Не стоит на себя брать такую обязанность, Даггер. Но я все равно возьму. Никому это не требуется. Они все сделали это не только для тебя. Каждый шел своим путем. Своим путем? А как же ты? А? Почему ты пошел со мной? Эй, так Ипсин говорил. Ипсин? Кто это? Ипсин? Или Ипсин? Это персонаж пьесы, но он настоящий путешественник. Эта пьеса основана на его приключениях. Вот отрывок из нее. Ипсин и его добрый друг Колин работали в таверне в Трена. Однажды Ипсин получил письмо. Письмо так намокло под дождем, что прочитать его было очень трудно. Удалось только прочесть. Возвращайся домой. Сейчас у нас есть воздушные корабли и все такое. Но в те времена путешествовать было тяжело. Он не знал, зачем ему нужно возвращаться домой. Но немного погодя, он собрал свои вещи и отправился в путь домой. Он прошел тысячу лик сквозь мглу. Иногда его атаковали злобные монстры. Но он выжил, потому что ему помогал его друг Колин. И затем, после долгих скитаний, он решил спросить Колина. Почему ты пошел со мной? Все что ли? И что же ответил Колин? Просто потому, что хотел пойти с тобой. Вау! Романтика! Давай уже! Целуй ее! Зидан! Я! Я-я! Даггер! Разве ты не слышишь мою песню? Ух! Да, это та самая песня. Как это так? Кто ее поет? Заходящее солнце как будто поджигает стену идолонов. Я уже это где-то видела. Что? Где? О, ролик. О, ролик. Даггер! Даггер! Даггер, очнись! А где Виви? Он спит, я не хочу его будить. Да? Я не помню своего раннего детства. Я никогда об этом не задумывалась. К тому же мне никто ничего об этом не говорил. Я выросла в Александрии, но мне было тогда лет шесть. Шесть? А где ты была до этого? До этого мне исполнилось шесть лет. Я, наверное, была здесь, в Майден-Саре. Я все еще не могу вспомнить всего. Некоторые факты остаются в тумане. Но одно я помню точно. Лет десять назад на деревню обрушился ураган невероятной силы. Это все, что я помню. В тот день я была со своей настоящей матерью на маленькой лодке, далеко от деревни. Ну да, блин, я тоже думаю, как у такой матери, как Браны, может быть, такая девочка. За домом Эйка есть бухты, так? Я была на точно такой же лодке, что есть там, в бухте. Я все это вспомнила, когда услышала ту песню на лодке. Это песня из Майден-Саре, поэтому ее больше никто не знает. Как ты попала в Александрию? Как ты стала принцессой? Почему у тебя нет призывающего рога? Я не знаю. Но, может быть, доктор тот мне подскажет. Что касается той женщины, которая оберегала меня от шторма на лодке. Моя биологическая мать, она умерла тогда на лодке. Ее приемная мать стала другим человеком, а ее настоящая мать давно умерла. Таггер потеряла двух матерей. Ну да. Я молилась каждый день здесь, у стены Айдалонов. Ты тоже? Ты тоже здесь молишься, Эйко? Я так рада, что вспомнила это. Даггер, добро пожаловать домой. Я так рада возвращению. Ха-ха-ха. Что? Я поняла, что больше не одиноко. Да, я приняла решение. Зидан, Даггер, я иду с вами. Я нарушу обещание данной дедушки, но я пойду. К тому же дедушка всегда говорил мне быть честной с самой собой. Не знаю, что мне готовит будущее, но я хочу закончить начатое. И я тоже. Пойдем вместе. Пойдем, Даггер, помолимся вместе. Хорошо. Ой-ой-ой, не лагай, не лагай, не надо. Не надо лагать, нет. Нет. Да, в этой игре на эмуляторе есть места, которые подлагивают очень сильно. Даже когда у меня была нормальная видеокарта, такое же было. А со встроенной, то вообще. Я все еще не знаю, что делать. Когда мы победим Куджу и вернемся в Александрию. Дедушка, я скоро вернусь. Ох, ты идешь с нами? Эй, чего такой грустный? Да так, ничего, у меня всегда на лице тоска. Мок тоже пойдет. Мок. Летит, летит. Такая интересная. Купа, 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 купа. Такие прикольные. Леди Эйку. Не забывай, что у тебя всегда есть дом в Мадейн-Саре. Не дай памяти стать обузой, ты всегда должна быть свободной и жизнерадостной. Мысли о стене Айдалона всегда поднимут тебе настроение. Моглый. Что такое? О. Что теперь? Ты хочешь еще, да? Победитель живет, побежденный умирает. Ты знаешь правила. Но нет. Твои вчерашние действия для меня непостижимы. Скажи мне, почему ты меня не убил? Ну, это сложный вопрос. Неужели тебе так не нравится то, что я оставила тебя в живых? Я лучше умру как воин, чем буду жить как трус. Ну, начинается. Тогда пойдем со мной. Зитан? Что? Что ты задумал? Иди за мной, и может быть ты все поймешь. К тому же ты хорошо дерешься. Ты бы нам пригодился, а мы охотимся за одним человеком. Хм, его единственное постоянство это полная непредсказуемость. А? Ты что-то сказал? Очень хорошо, я узнаю, отчего ты такой сильный. Как тебя зовут? Зови как хочешь. Хм, Ланя называла тебя Рыжий, так? Амарант. Так и оставим. Некоторые зовут меня Огненный Амарант. Отлично, будем звать тебя Амарант. А как они, в пятером, что ли? Дальше лучше мы обсудим наш порядок. Так, погодите-ка. Блин, что же делать, а? О, Амаранта мы возьмем вместо Эйко. Блин. Вот так вот. Хорошо, мы справимся. Идите за мной. Следующая остановка Дерево Ифа. Опять? Да что ж такое-то. Ну, тут, пожалуй, надо сохраниться. Сейф. Да. Так, хорошо. Угол. Ко мне. Запись. Секунду. Токс. Да, отмена, отмена. 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 Там, туда. Монстры, 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 идите сюда. Ну, странно. Вот когда их зовешь, вот не приходят. Так. Нам к Дерево Ифа нужно. Монстры, монстры, монстры. Так, а что нам с теми камнями-то делать? Которые мы собрали четыре камушка. Кто мне скажет? Разворот. Разворот. Поворот. И прямиком к Дерево Ифа. Давай, на монстра наткнись. Ну-ка, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. О. Когда просишь, вот не хотят монстры идти к нам. Сияние? Чакра. А че надает? Ладно. Атака. Бросок. А, он предметы может швырять. Точно, вспомнила. Так, один готов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Больно же. Давай, Даггер, лечи. Мы можем теперь швыряться оружием. Это прикольно. Надо будет накупить ему швырялок. Не помню, как они называются. Швырялок. Ха-ха-ха. Опять мы тут. Там все еще осталось немного мглы, но хорошо, что ее больше не появится. Это должно означать, что Куджи еще здесь нет. Что произошло со мглой? Мы убили чудовище, которое дышало ею. Так много для континента мглы. Мглы больше нет. Они должно быть обладают невероятной силой, раз совершили такой подвиг. Зидан, это серебристый дракон. Это он. Он улетел из руин Бурмецы верхом на серебристом драконе. Это Куджа. Хорошо. И он верхом на этом драконе. О, как долго я ждал этого дня. Дня, когда я наконец-то могу сбросить эту маску и стать самим собой. Ты что, девушка? Теперь больше не имеет значения, свободно ли дерево Ифя. Это для меня ничего не значит. Ха-ха-ха. Дерево так прекрасно. Его красота так подходит для великого материнского дерева. Че? Материнского? Которое живет среди звезд. Серебристый дракон. Давай посмотрим на разворачивающуюся драму на стволе дерева Ифа. Никто нас там не побеспокоит. Конечно. Наивный. Кого мне взять с собой для боя с Куджей? Сменить члена команды? Сменить. Давайте Эйку возьмем. У него двойной хил есть. Сейчас опять напоримся. Я не хочу с ним драться. Не хочу. Я его боюсь. Я его бо... Я его боюсь. Так ману не тратить. Давай, Зидан. Фигач его. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Фух. Левел ап. Отлично. Почти 75 тысяч. Куджа. Я не хочу с тобой драться. Я тебя боюсь. Мы пройдем ствол, если пойдем чуть дальше. Куджа спустился по этому стволу. Скажи, Зидан, как мы туда будем забираться? А залезть разве нельзя? Да, залезть разве нельзя? Это ж так просто. Как два пальца. Только не я. И не я. Я тоже не думаю, что смогу. Мы прошли такой долгий путь. И что теперь? В чем проблема? Ты должна пойти сама. Мы должны встретить Куджу вместе. Как этот лох сделал меня? Эй! Эй, Амарант, смотри, куда идешь. Ты чуть не сбил меня с ног. Сомневающийся уже наполовину труп. Тебе лучше помнить об этом. Ну, я предпочитаю или, по-моему, или никак. Какая разница, раз у тебя есть план? О, самый умный? Не забывай, Зидан победил тебя. Заткнись, Визгля. План, да? Верно, Амарант. Ты мне должен, помнишь, время платить по счетам. Валяй. Здесь, в округе, растет трава Гарганта. Так что и Гарганты должны быть рядом. Я хочу, чтобы ты поймал мне его. Тогда мы все сможем забраться на нем наверх. Зачем мне все это нужно делать, если я сам могу закинуть детей наверх? А? Как мог я позволить этому болвану победить себя? Эй! Ох! У него есть характер. Ладно, Даггер, я займусь твоим багажом. А! Эй! Зидан, подожди се... Секундочку, видимо. Вот, красавец. Слабые теряют свою свободу в пользу сильных. Такой путь сильных, это закон природы. Выживает сильнейший. Вот почему мне нужна сила. Я получил силы, которые могут починить даже его. Свыше десяти лет тому назад. Какой долгий срок. Теперь мои силы готовы к атаке. Ожидания ужасны. Че? Так они зашли так далеко, да? Отлично. Я поразминаюсь на них, пока не появится леди слон. Леди слон. О, опять лаги. Нет, не лагай, я тебя прошу. Спасибо, Амарант. Теперь мы квиты. Покажите, ребята, на что вы способны. Это Куджа. Ух ты, блин. Так, организовать команду. Так мы уже как бы организовали. Закончено. Куджа, создатель черных магов. Зидан, твои враги, мои враги. Хорошо, вперед. Че сейчас будет? Че сейчас будет? Нет! Я не хочу с ним биться. Ты Куджа, верно? Я надеюсь, мы с драконом не будем драться. Меня зовут... Принцесса Гарнат Тил Александрос. Я хочу спросить у тебя кое-что. Это ты склонил мою мать на начать войну? Войну, которая повергла целый континент Глэв Хаус? И ты превратил всех черных магов в инструмент войны? О, дорогая, у принцессы есть такая кровожадная маленькая кукла. У меня нет сил, чтобы делать такие вещи. Я просто дал им маленький рецепт. Начал с бульона мглы. Добавил... Чего? Сброженных душ. И сварил. Затем вылил истинную черную магию в смесительную чашу и нагрел до... Прекрати! Я не до конца рассказал, как делать бездушных кукол из осадка душ. Осадок душ? Ты имеешь в виду мглу? Сначала ты не хочешь слушать, теперь начинаешь задавать вопросы. О, коллега, но вы еще не готовы. Неужели ты... Разве ты ничего не чувствуешь? Забрать жизни стольких. Избав меня от лекций. Жизни приходят и уходят все время. Так что тут... Так что тут такого? Говоря о поджигателях войны. Как насчет этой твоей матери, принцесса? Она говорила, что не почувствует себя по-настоящему живой, пока она не будет владеть всем. Она разбила мне сердце своей жадностью. Война по моей вине? Нет, нет. Твоя мать хотела этого. Все, что я сделал, это слегка я подтолкнул. Врешь! Моя мать была ласковая и добрая. Ты изменил ее. Ха-ха-ха! Итак, спектакль начинается. Отлично, моя канарейка. Позволь показать тебе всю правду о твоей матери. Акт первый. Конец отвратительного желания. Шоу начинается. Интересно. А вот и она. Ха-ха-ха, Куджа! Так ты все-таки решил показать здесь свое женственное лицо? Ты это все, что стоит на моем пути к господству над миром. Боже, я уже читать не могу. Хе-хе-хе! Но я не забыла все, что ты сделал для меня. В ответ я покажу тебе совершенную силу. Внимание все! Приказываю черным магам сфокусировать свою магическую энергию в одно заклинание. Открыть огонь на поражение по Куджи. Как только заклинание будет прочитано... Огонь! Огонь! Оу! Приказ ее величества. Черным магам сфокусировать свою энергию в одно заклятие. Оу! Сейчас кому-то будет плохо. Я... Я не могу поверить! Твоей матери мало одного континента. Ее уродство и тупость действительно впечатляют. Боже, как лагает. Ха! Все идет так, как я и предсказывал. О чем ты? Вы только открываете представление. Теперь время для настоящего шоу. Тебе от нас не уйти. Мгла больше не может быть создана, но она все еще кроется в пещерах и лесах, верно? Да. Я могу создавать монстра с помощью магии и даже больше рождать в мглу. О нет. Ну нет. Ну не надо. Ну пожалуйста. Я не хочу. Мамочки. Бросок. Оу-оу-оу-оу-оу. Лечи лечейку. Давай. Отлично. Молодец. И у него огонь два есть. Вау. Эй, кто-то такая слабая, блин. Вау. Давай второе лечение. Пипец. Все, айконит. Значит, двое твоих врагов устроили разборку? Почему бы не оставить их в покое и не прикончить победителя? Ставлю на Куджу. А-ха-ха. Глупая Брана. Твои пушки бесполезны против повреждений мглы. А-ха-ха. Но даже дура вроде тебя знает, что есть только один путь, который может выбрать. Верно? Глупая Леди Слон. Чего ты медлишь? Очень хорошо. Я сделаю первый ход. Я дам тебе легкую мишень. Ты не промахнешься. Серебристый дракон, спускайся. Амарант прав. Давайте разделимся, прежде чем ввязываться. Зачем? Нет, я не могу. Я не могу позволить чему-нибудь произойти с моей матерью. Ух ты. Тагер. Зитан, я должна спасти ее. Ух. Тагер. Она извлекла из тебя идолонов и начала войну. Я все еще не хочу ее смерти. Но ее ни капли не волнует, живая ты или нет. Ты не должна больше называть ее матерью. Она моя мать. Мне все равно, понимаешь? Эйко, ты сказала, что недалеко отсюда заключенный идолон. Правильно? Да. Пожалуйста, скажи мне, куда. Это далеко внизу. Видишь место с кучей корней? Это оно и есть. Да, поняла. Даггер, не ходи одна. Блин. Так, тут один, да? Надо воскресить Эйко. Вещь. Воскрешение. Подожди. Воскрешение. Ну же, Эйко. Ее полечить надо срочно. Блин, да что ж такое? Да кого ж ты лечишь? Ну, блин. А, все нормально. Мне показалось, что я только на одного направила. Так, ну Эйко мы воскресили, в принципе. Ух, жесть. Мы пытались полечиться. И сохраниться. Так, подождите. Давайте тут сохранимся. А то, мало ли, игру выйдет. Мы столько прошли. Хе-хе. Это превращается в хорошее шоу. Любому было бы не сладко в такой момент. Дайте ей отдышаться. Дышаться. Зидан, пойдем. Даггер сама себя подвергает опасности. Да, пойдем за ней. А куда идти? Стой, 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 стой. Стой, Зидан. Стой. Предметы. Зелье. Окей. Тут все норм. Блин, у нас последний эфир остался. А что еще восстанавливает ману? Какое зелье? Да уйди ты от меня! Блин, капец какой-то. Это надолго. Хорошо, что один. Бросок. Да и это. Лечи. Фух. Что, справились более-менее? Нет. Бежим, 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 б Фу, чёрт. Я чувствую мощь Айдалона. Теперь я могу спасти свою мать. Пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, помоги мне. Вау. Получена аквамарин. Нет. Я не смогу спасти свою мать этим Айдалоном. Как не сможешь? И не надо. Такер, что случилось? Разве ты не можешь освободить его? Нет, он у меня. Я чувствую, что это очень сильный Айдалон. Но я не могу в это поверить. Это легендарный морской змей. Левиафан. Боже мой. Левиафан? Ох, и имя. Айдалон, который уничтожает своих врагов огромной морской волной. Прости, Такер. Нет, это не твоя вина. Но моя мать всё ещё в опасности. Девочки. Разве её величество ещё не готово? Всё... Все оставшиеся снаряды были потрачены на последнюю волну монстров. Следующая атака захлестнёт нас, если мы не отойдём сейчас же. Не нам принимать решение. Вернись на свой пост, солдат. Брана ненормальная какая-то. Брана ненормальная какая-то. Лечиться ей надо. А Тагерь её спасти хочет. Ну, правильно, спасти, чтобы отвезти в психушку. Это тоже вариант. Ваше Величество, чёрные маги закончили свою подготовку? Какой мерзкий щенок. Теперь я прикончу его. Конечно. Иди. Драконовский отпрыск. Богомут, король драконов. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это да. Ни фига себе. Жесть. Воу-воу-воу-воу. Мне кажется, Куджа менее псих, чем Браны. Поранили. Бедняжечка. Я слышал историю, но не думал, что заклинание может быть таким сильным. Если Зидан стоит за их силой, мне лучше быть поосторожнее. Да-да-да. Вау, теперь мы можем победить, и мама не погибнет. Эйка, тебе не кажется, что... Что случилось? Мог. Она в ужасе. Ну, идем. Разве ты не знала? Это последний долон, Богомут. Король драконов. Он обязательно победит. Кхм. Кровь. Ха-ха-ха. Превосходно, Богомут. Сила, скорость. Сила, скорость. Ты самый лучший. Ты даже меня задел. Чуть-чуть. И ты, Браны, твоя печальная роль в этой драме подходит к концу. Я думаю, вы насладитесь вторым актом из вашей адской душевной тюрьмы, так как сцена будет вашим прежним домом. Последний акт унесет нас с Гайей, и я убью своего немезиса своими собственными руками. Ха-ха-ха. Все идет согласно плану. Я не умею смеяться. Злобно. Ай! Боже, глаз какой. Вот это глазюга, а. Ничего себе. Ммм, Браны. Пипец тебе. Доигралась. Дамочка. Уй. Все. Капец ей. Капец ей. Ничего себе, он сильный. Это да. Я не знаю, почему Богомут атаковал того, кто его вызвал. Но мы нашли королеву Браны на пляже рядом со спасательной капсулой. Она едва двигалась, и я думал, что она может умереть в любую секунду. Я так ненавижу Куджу, но я так же сильно ненавижу Браны. Так сильно, что я хотел бы, чтобы с ней это произошло. Я должен быть счастлив, но... Как только я увидел, что Даггер начала плакать, я не знаю, что я должен был чувствовать. Мне тоже хотелось плакать. Я слышу голос моей дочери. Да, мама, я здесь. Перед тобой. Я теперь... Я пуста, свободна. Свободна от этой ужасной жадности. Мама. Меня не посещало такое чувство с тех самых пор, когда я видела, как ты играла со своим отцом. Я довела Александрию до руин. Люди будут счастливее, если ты будешь на троне. Мы вернулись в Александрию на спасательной капсуле королеви Убраны. Мы забрали маму Даггер с собой. Сюда, принцесса. Штайнер! Штайнер, Беатрис! Как ужасно, что ее жизнь закончилась таким образом. Я все еще не могу поверить в то, что произошло. Че, принцесса? Нет, это была моя вина. Спасибо вам обоим. Теперь мне придется нести тяжкое бремя правления Александрией в одиночку. Пообещайте, что поможете в этом нелегком деле в трудную минуту. Конечно, принцесса. Спасибо. Принцесса, вот вам венок из роз, который так любила ваша мать. Жители города прислали его, чтобы положить на могилу. Правда, королева Убраны вела себя непонятно перед своей смертью. Но людям она все равно очень нравилась, как вы видите. Ну, может и быть. Тронулась ли гонца? Ну, че, бывает такое. Мама. Я стану великой королевой. Я стану великой королевой. Красота Вот так вот Ну че На этой ноте, думаю, можно закончить Сегодняшний стрим Вот, закончили мы второй диск Осталось еще два диска В общем, говорю всем спасибо за просмотр Кто был, кто слушал, кто в чатике сидел А сидел в чатике всего один человек Ну ему тоже спасибо Ну да ладно В общем, завтра будет стрим Скорее всего в 18.00 По московскому времени Если меня опять-таки интернет не подведет В общем, пока я говорю Всем пока и до встречи